Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Смоленская станция покажет их лучшие практики. Эксперты будут готовы оценить, насколько это применимо. Подготовка к партнерской проверке в АОС. Не разрешается. Мы считаем, что не разрешается. Подведены итоги Дня охраны труда на предприятии. Атомщики возрождают православные святыни. Выставка продажа кулинарных изделий «Золотая осень». На Смоленской АЭС в работе находятся три энергоблока. Общая мощность составляет 3092 мегаватта. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за 26 дней сентября составила 1,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 15,1 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В начале октября международные эксперты Всемирной Ассоциации операторов АЭС проведут полномасштабную партнерскую проверку Смоленской станции. В рамках подготовки этой инспекции с 21 по 24 сентября состоялась рабочая встреча с участием представителей Московского центра ВАУ-АЭС. Главная задача партнерской проверки – помочь станции достичь высоких показателей эксплуатации, определить пути дальнейшего повышения безопасности и надежности работы энергоблоков. В течение двух недель профессионалы с разных АЭС мира будут анализировать деятельность нашего предприятия по 17 направлениям. Мы стараемся добиться повышения качества проведения партнерской проверки в значительной степени за счет ранней подготовки всех данных, которые потребуются для ее проведения. У нас очень хорошая рабочая атмосфера. Благодарны станции за эту возможность заранее получить необходимую информацию. Поэтому считаем, что наши коллеги, вероятно, тоже вынесут эту пользу с этой рабочей встречи. На рабочей встрече обсуждался уровень и опыт, достигнутый Московским центром при проведении пилотных партнерских проверок, что необходимо знать Смоленск АЭС, чтобы качественно подготовиться, какой объем данных, в каком порядке будет предоставлять атомная станция экспертам. На Смоленск АЭС сформированы рабочие группы по подготовке к международной оценке 2017 года в составе специалистов, которые освоили проектно-информированную методологию партнерских проверок. Подведены итоги Дня охраны труда на Смоленск АЭС. В этом месяце он прошел по теме «Нарядно-допускная система производства работ. Подготовка к работе в зимних условиях». 23 сентября на Смоленск АЭС чествовали победители внутрисанционного конкурса на знания требований охраны труда. В отборочном этапе конкурса приняли участие 249 человек из 19 подразделений. Лидеры, 17 инженерно-технических работников и 19 представителей рабочих профессий вышли во второй тур, в котором им предстояло за 60 минут ответить на 80 вопросов и решить кроссворд. Тематика конкурса была такова, что мы постарались максимально задействовать вопросы из вновь вводимых правил. Это и требования охраны труда при работе на высоте, и работа с инструментами, приспособлениями, и проверка знания на требования правил охраны труда при эксплуатации электрооборудования, разгруза погрузочных работах. Начальник смены химического цеха Олег Лисавин стал победителем среди инженерно-технических работников. На втором месте мастер цеха по обращению с радиационными отходами Павел Велишаев. На третьем инженер-технолог реакторного цеха Сергей Степанов. Лучшим знатоком среди рабочих признан оператор цеха вентиляции Станислав Левин. На втором месте электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Чемоданов. На третьем месте электромонтер электрического цеха Николай Шаманов. В завершении они сыграли в деловую игру в формате «Что, где, когда». Отвечали на вопросы, присланные персоналом Смоленск АЭС в конкурсную комиссию. В результате победила команда знатоков. В прошлом году я также участвовал в конкурсе, занял второе место. Второе место дало толчок собраться, изучить материалы в этом году, показать уже более уверенные результаты. Лидеры в своих группах Станислав Левин и Олег Лисавин представят Смоленску АЭС на конкурсе электроэнергетического дивизиона «Росатом». 20 сентября состоялось знаковое событие в православной жизни Атомграда Десногорска. На строящийся храм в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», который возводится при поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленск АЭС», на территории колонии-поселения номер 5 установлены золоченый купол и крест. «И благослови достояние Твое победить, и православным христианам нас сопротивная дать». Чин освящения провел настоятель храма всех скорбящих радости протеерей Виталий Сладков. В торжественной церемонии приняли участие руководство Смоленской АЭС и города, колонии-поселения и начальнику в СИН по Смоленской области. «Радостно от той мысли, что еще в одном исправительном учреждении воздвигается храм. Храм в исправительных учреждениях позволяет тем, кто находится, наверное, разделить свою жизнь, поставить для себя какую-то, может быть, точку в том поведении, которое привело их в такие учреждения, и начать правопослушную, праведную жизнь». «Мы прикладываем все усилия для того, чтобы храмы Господни, они стояли на нашей родной земле. И была возможность у нас и у наших родных, близких и друзей, верующих, посещать эти храмы, делиться в этом храме своими болями, своими радостями. И дай Бог, чтобы эта традиция сохранялась, а мы обязательно эту традицию будем поддерживать». Основной объем строительных работ уже практически выполнен. Бревенчатый храм вырос в короткие сроки. Сам купол с крестом, весом почти в 200 килограмм, изготовила волгодонская фирма «Грант». Его привезли незадолго до установки. И вот он, этот знаменательный момент. Купол и крест – одни из самых важных элементов храма. Поэтому сегодняшнее событие такое значимое. Именно установка купола с крестом является одним из ключевых моментов строительства храма в колонии-поселении. Освящение самого храма и первая служба планируются весной следующего года. 22 сентября работники станций и подрядных организаций посетили выставку продажи кулинарных изделий «Золотая осень». Персонал столовой АБК, работники САИС-сервис, приготовили очередной кулинарный праздник. На выставке можно было выбрать разнообразные блюда на любой вкус. Над созданием и украшением блюд трудится весь коллектив. Посмотрите, как наши повара владеют искусством карвинга, кулинарным мастерством. Проведение таких выставок становится хорошей традицией. Посетители столовой, как обычно, остались довольны и желали, чтобы такие вкусные мероприятия почаще проводились для персонала. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленска АЭС. Увидимся через неделю. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!